Тихон Зитков Дональд Трамп ликует. Палата представителей Конгресса проголосовала за реформу здравоохранения и отмену Обамы Кер. Пройдет ли документ в Сенат США? Подробности у нашего корреспондента в Вашингтоне. Америка будет бороться с влиянием России на свою внутреннюю политику. В США будет создан специальный межведомственный комитет. Кровавое противостояние Венесуэли в ходе столкновений протестующих с полицией жертвами стали уже больше 30 человек. Жрица страха и хладнокровный финансист сразились в теледебатах во Франции. Соцопросы отдают победу центристу Макрону, но не исключает, что националистка Ле Пен еще может удивить весь мир, как это сделал Дональд Трамп. Итак, Дональд Трамп празднует победу в розовом саду Белого дома. Сегодня собрались члены республиканской партии, чтобы отметить вместе с президентом победу в первом раунде тяжелой битвы. Палата представителей таки приняла законопроект об отмене Обамы Керни. Один из демократов реформу не поддержал, но у наблюдателей нет уверенности в том, что реформа пройдет в Сенат. За голосованием в Конгрессе наблюдала моя коллега в Вашингтоне Дарья Диегоц. С минимальным отрывом всего в 4 голоса Палата представителей принимает законопроект о реформе здравоохранения. После провальной первой попытки заменить Обама Керр, республиканцы вели долгие переговоры с конгрессменами. Битва шла буквально за каждый голос. К переговорам подключался даже Дональд Трамп. Он лично обзванивал многих конгрессменов, чтобы убедить их поддержать реформу. Настойчивость главы государства можно понять на кону одной из главных обещаний предвыборной кампании. Дональд Трамп обещает снижение стоимости страховых полисов, а также размера франшизы. Иными словами, американцам обещают на здравоохранение они будут тратить меньше. Но меньше будет тратить и бюджет США. Субсидии для малоимущих граждан будут отменены. Вместо них появятся налоговые льготы. Также исключен пункт о том, что все американцы обязаны иметь медицинскую страховку. Сейчас за нарушение этого правила предусмотрен штраф в среднем 900 долларов за год. Противники реформы указывают, от замены Обама Керр пострадают пожилые люди и малообеспеченные американцы. Демократы в полном составе отказались поддержать законопроект. У республиканцев есть большинство. Они выиграли голосование. Но теперь американский народ оценит политиков по их действиям, а не потому, что они заявляли раньше. Это голосование станет пятном позора для республиканцев. Внутри республиканской партии самые ожесточенные споры вызвал вопрос о страховых полисах для людей с хроническими заболеваниями. Обама Керр сейчас гарантирует, что такие люди имеют право на страховку. Однако из нового законопроекта такая гарантия исчезла. Американцы, у которых диагностированы хронические заболевания, смогут купить страховой полис. Но вот сумму страхового покрытия теперь будут решать на уровне штатов. Противники такого нововведения утверждают, кому-то на лечение может не хватить выделенных средств. В итоге республиканцы договорились выделить из бюджета дополнительно 8 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Если реформа Трампа пройдет, страховка не будет покрывать расходы на рождение ребенка. Если она пройдет, астма и другие имеющиеся заболевания станут основанием для роста стоимости страховки и сделают ее абсолютно не по карману большинству американцев. Неутешительный прогноз и у экспертов из бюджетного управления Конгресса. По их данным, отмена Обама Кэр обернется потерей страховки для 24 миллионов американцев уже через 10 лет. Впрочем, в США достаточно и тех, кто недоволен программой Обама Кэр. Медицинские услуги, по их словам, стали дороже. Страховка, вопреки обещаниям, не подешевела, а наоборот, выросла в цене почти в два раза. После успешного голосования в Палате представителей, члены республиканской партии собрались в розовом саду Белого дома отпраздновать победу вместе с президентом. Но это лишь первый шаг. Впереди не менее трудная битва в Сенате. У правящей партии там большинство, но не все республиканцы готовы поддержать реформу. Дарья Диегоц, Алексей Князев, телекомпания RTVI, Вашингтон. Сразу после голосования в Палате представителей в Вашингтоне началась акция протеста сторонников программы Обама Кэр. С криками позор у здания Конгресса США собрались противники Дональда Трампа. На акцию протеста пришли несколько сотен человек, членов республиканской партии, которые выходили с заседания, встречали разгневными лозунгами, криками и свистом. Аналогично акции протеста идут сегодня и в Нью-Йорке. Таким образом, здесь встречают Дональда Трампа. Это его первый визит в мегаполис с момента инаугурации 20 января. Родной город встречает хозяина Белого дома и многочисленных небоскребов масштабными акциями протеста. За визитом Трампа в Нью-Йорк следит мой коллега Валерий Кипелов. В Нью-Йорке Дональда Трампа не любили и до того, как он стал президентом. А с момента инаугурации хозяин Белого дома регулярно добавлял и добавляет поводы для недовольства жителям столь либеральных и прогрессивных городов, как Нью-Йорк. И вот первый после отъезда в Вашингтон визит Трампа. Президента встречают протестующие. Одна из главных претензий к главнокомандующему — его политика в отношении нелегальных эмигрантов, а также выходцев из мусульманских стран. Ведь один из первых скандальных президентских указов Трампа имел целью запретить въезд в США граждан семи мусульманских стран. Указ был быстро заблокирован федеральным судом. Президент тогда исключил из списка Ирак и несколько смягчил формулировки нового аналогичного указа, но и тот документ был немедленно заблокирован на фоне массовых акций в поддержку мусульман по всей стране. Трамп — расист, Трамп — сексист, Трамп — налоговый жулик, враг свободы слова, враг науки, враг здравого смысла. Судя по транспарантам, буквально все действия 45-го президента Америки противоречат американским же базовым ценностям. Сопротивляться Трампу очень сложно, ведь у нас есть Конституция, но он использует ее для поддержки своей политики, пытается изменить то, с чем он не согласен. Например, хочет вести законы против клеветы. Мы — демократическое государство, и, к сожалению, плюсы демократии. Часто идут рука об руку с ее недостатками. Забавно, что я, как республиканец, выступающий категорически против Трампа, уже долгое время противостою ему внутри республиканской партии. С того момента, как он оскорбил Джона Маккейна и его достижения на военной службе. Когда люди всех политических настроений, левых, правых, центристских, собираются на марши, подобные сегодняшним, идут в Конгресс, пишут письма в газеты. Это и есть демократия. И очень важно не замолкать и говорить снова и снова обо всем том, что нам не нравится в работе Трампа. Еще одна группа меньшинств — ЛГБТ-сообщество и все поддерживающие — геев, лесбиянок, би и транссексуалов американцы. Они также единым фронтом выступают против политики 45-го президента. Сам Трамп против геев не выступает, но позволяет это сделать другим. Например, президент сегодня подписал указ о религиозной свободе. Многие наблюдатели считают, что документ ударит в том числе и по представителям ЛГБТ-сообщества. Президент намерен добиться отмены так называемой поправки Джонсона. Она запрещает представителям религиозных организаций заниматься активной политической агитацией, в том числе активно поддерживать политиков. Запрет действует с 54-го года и очень не нравится Дональду Трампу. Правда, для отмены его потребуется поддержка Конгресса. Десятки приглашенных в розовый сад Белого дома священников сегодня аплодировали указу президента. На выборах в ноябре 80% белых евангелистов отдали свои голоса именно Трампу и лишь 16% Хиллари Клинтон. Можно предположить, что американские евангелисты будут активно поддерживать Трампа и в дальнейшем. И еще одна новость из области религии. Сегодня стало известно, что когда в этом месяце Трамп отправится в свое первое зарубежное турне, и помимо участия в саммите Большой Семерки и в саммите НАТО, посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Рим, где встретится с Папой Римским. Таким образом президент намерен объединить три мировые религии в борьбе с терроризмом и нетерпимостью. В США будет создан межведомственный комитет по борьбе с российским влиянием на внутреннюю политику Америки. Эта мера прописана в бюджете спецслужб до конца текущего финансового года, то есть до конца сентября. Новое ведомство будет бороться с тайным влиянием Москвы. Имеется в виду создание подставных организаций, манипуляции в СМИ, распространение дезинформации, финансирование агентов влияния, провокации, нарушение прав человека, коррупции, убийства политических противников и теракты. В комитет должны войти представители национальной разведки, Госдепартамента, Пентагона, Министерство юстиции и других ведомств. О борьбе с российским влиянием на американское общество представители структуры будут отчитываться ежегодно перед Конгрессом. Эту инициативу предположительно в ближайшие дни одобрят Сенат и президент Трамп. Напомню, накануне во время слушаний в юридическом комитете Сената директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает оказывать влияние на американскую политику. По его словам, Москва, вероятнее всего, попытается вмешаться в следующую избирательную кампанию. Коми назвал Россию самой большой угрозой для США. Впрочем, эти слова директора ФБР в Белом доме назвали его личным мнением. Информацию о создании специального комитета по борьбе с российским влиянием прокомментировал уже и глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты много говорят о российском вмешательстве, однако доказательств тому до сих пор не представили. Также, по мнению Лаврова, Дональд Трамп продолжает русофобскую политику своего предшественника, Барака Обамы. Об этом глава российского МИДа заявил в Финляндии. Там Сергей Лавров встречался со своим финским коллегой Тиму Сойне. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон пытается представить Россию в образе врага и делает это ради внутриполитической борьбы. При этом недавний телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Лавров назвал хорошим, однако подчеркнул, что никаких конкретных планов о встрече двух лидеров в ближайшие два месяца нет. Добавлю, что Сергей Лавров и Тима Сойне сегодня также обсуждали ситуацию в Украине, конфликт в Сирии и обострение обстановки на корейском полуострове. От американского президента, действующего к президенту бывшему, Барак и Мишель Обама собираются основать в Чикаго президентский комплекс. Его главным зданием будет библиотека. В комплекс также войдут музей, выставочный зал, холл для проведения лекций и парк. Там будут храниться не только книги, но и документы, имеющие отношение к работе Барака Обамы на посту президента. Примерная стоимость проекта 500 миллионов долларов. Строительство комплекса должно завершиться к 2021 году. К слову, в США уже существует 13 президентских библиотек. Барак и Мишель Обама надеются, что благодаря новому проекту удастся подготовить, цитирую, новое поколение лидеров, которые изменят страну и мир. Это новости на РТВА и далее в эфире. Кровавое противостояние Венесуэле. В ходе столкновений протестующих с полицией жертвами стали уже более 30 человек. И жрица страха и хладнокровный финансист сразились в теме дебатах во Франции. Соцопросы отдают победу центристу Макрону, но не исключают, что националистка Ле Пен еще может удивить весь мир, как это сделал ранее Дональд Трамп. Об этом через пару минут на РТВА. Оставайтесь с нами. Посмотрите РТВА и в эфире новости. В Венесуэле убит один из лидеров студенческого протестного движения Хуан Баутиста Лопес был застрелен во время студенческого собрания в венесуэльском штате Ансуатеге. Неизвестный убил его выстрелами в упор. Убийство произошло на фоне все более ожесточенных столкновений протестующих, многие из которых студенты с полицией в различных регионах Венесуэлы. Только за среду в противостоянии пострадали как минимум 400 человек. Как минимум один человек погиб. На кадрах, которые приходят из Каракаса и других городов Венесуэлы, видно, что силы правопорядка для разгона протестующих применяют слезоточивый газ, дробь и спецтехнику, бронированную технику. В ответ в них летят камни и бутылки с зажигательной смесью. Сегодня акции протеста продолжились. Напомню, протесты в Венесуэле проходят уже около месяца. Они связаны с тем, что Верховный суд страны ограничил полномочия парламента, который находится под контролем оппозиции в пользу президента Мадуру. Позже это решение было аннулировано, но протестующие теперь требуют отставки членов суда и президента и проведения досрочных выборов. Общее число жертв столкновений за месяц превысило 30 человек. Жрица страха и хладнокровный финансист родились накануне в теледебатах во Франции за битвой кандидатов на пост президента Пятой Республики. Центриста Эммануэля Макрона и националистки Марин Ле Пен наблюдали более 16 миллионов человек. Это около четверти населения страны. Теледуэль выдалась довольно жесткой и уже через несколько часов оба кандидата разъехались на встречи с избирателями. Из Парижа Наталья Завалко. Рядовая встреча кандидатов президента Франции с избирателями превратилась в операцию по спасению кандидатов в президенты Франции от самих избирателей. Марин Ле Пен забросали яйцами. Не спасли даже охранники, пытавшиеся закрыть голову политика от повторных ударов. От ударов Ле Пен неудачно уворачивается второй день подряд. Накануне, во время теледебатов, кандидат в президенты Франции от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу от партии «Национальный фронт» во лжи и назвал ее «жрицей страха». Ваша стратегия, что совершенно поразительно, предсказуема, потому что не меняется десятилетиями. Это наврать, сказать, что все в стране плохо и не предложить при этом никакой альтернативы. Кто с самого начала манипулирует страхами? Это вы. Кто играет на страхах наших сограждан, запугивая их новыми терактами? Это тоже вы. Напротив меня находится настоящая жрица страха. Во внешней политике, по мнению Макрона, Ле Пен подчинена проекту России и Путина. На это кандидат от «Национального фронта» ответила, что Макрон и шагу не сделает без согласования с канцлером Германии. Я скажу вам, что произойдет, господин Макрон. Что бы ни случилось, Франция будет управлять женщина. Это буду либо я, либо госпожа Меркель. Помимо личных нападок, кандидаты много говорили о безопасности, экономике, будущем Франции в составе ЕС и возвращении к национальной валюте. Но по большей части они ругались. Почти два с половиной часа. У журналистов, которые должны были следить за ходом дискуссии, возникли трудности с тем, чтобы направить дебаты в нужное русло. Настолько кандидаты были увлечены взаимными нападками. В итоге, по данным опросов, победил центрист Макрон. Его назвали убедительным 63% телезрителей. 34% отдали предпочтение Марин Лепен. И лишь 3% не определились с выбором. На руку Макрону сыграло и то, что он держался уверенно и не пользовался никакими бумагами во время дебатов, держа все цифры и данные в голове. А у Марин Лепен была целая пачка цветных шпаргалок. Главной интригой предстоящих в это воскресенье выборов президента остается вопрос, за кого будут голосовать сторонники крайне левого Жанна Люка Меланшона и республиканца Франсуа Фиона. По данным соцопросов, 66% сторонников Меланшона и 58% сторонников Фиона понравилось больше выступление Макрона, чем Лепен. В целом, по опросам, Макрон опережает Лепен в настоящий момент на 20%. В поддержку кандидата от партии «Вперед!» неожиданно выступил 44-й президент США. В твиттер-эккаунте Эммануэля Макрона появилось видеообращение Барака Обамы, в котором он подчеркивает, что президентская кампания во Франции очень важна не только для Пятой Республики. Потому что успех Франции важен для всего мира. Второй тур президентских выборов во Франции назначен на это воскресенье, 7 мая. Наталья Завалко, специально для RTVI, Париж, Франция. Еще из новостей дня организаторы Евровидения предупредили о возможных санкциях в отношении Украины и России за несоблюдение регламента международного песенного конкурса. В заявлении представителей Европейского вещательного союза говорится, что устав конкурса нарушили обе страны. Украина, запретив въезд российской конкурсантки Юлии Самойловой, а Россия, отказавшись от участия в обязательных мероприятиях в рамках конкурса. Какое именно наказание ждет Киев и Москву, станет известно 12 июня. Среди возможных вариантов штрафные санкции, лишение спонсорского финансирования, а также отстранение от участия в конкурсе на три года. Напомню, Евровидение 2017 стартует в Киеве уже всего через несколько дней. 9 мая Украина была удостоена звания хозяйки фестиваля после прошлогодней победы певицы крымско-татарского происхождения Джамалы. Супруг британской королевы Елизаветы II уходит на пенсию. Осенью 95-летний герцог Эдинбургский прекратит участвовать во всех публичных мероприятиях Букингемского дворца. При дворе уверяют, что решение отойти от дела принц Филипп принял самостоятельно, что это не связано с состоянием его здоровья. При этом герцог Эдинбургский останется президентом почти 800 благотворительных организаций и сообществ. Напомню, принц Филипп, правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I, женился на своей троюродной кузине Елизавете II за пять лет до ее коронации. В семье родились четверо детей, в том числе наследник престола принц Чарльз Уэльский. В ноябре этого года супруги отметят 70-ю годовщину свадьбы. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я, Тихон Зитку, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на РТВ.